Шеф-повар, Максим Григорьев. Сдобные лепешки без дрожжей. Еще с древних времен для жителей Узбекистана хлеб является священным. Лепешки – важная составляющая как обычного стола, так и многочисленных обрядов. Во время помолвки именно после того, как две лепешки сломаны, жених и невеста считаются обрученными. Еще одна узбекская традиция, если ты приезжаешь в другой город, надо купить хлеб домой. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Жир бараний 30 грамм. Кунжут белый 2 чайные ложки. Масло сливочное 170 грамм. Молоко 500 миллилитров. Мука пшеничная 1 килограмм. Разрыхлитель 2 чайные ложки. Соль 2 чайные ложки. Шаг 1. Для приготовления сдобных лепешек возьмем все продукты по списку. Считается, что добавление жира в тесто гораздо лучше, чем добавление сливочного масла. Я решилась добавить только 30 граммов бараньего жира. В следующий раз буду смелее. Кунжут может быть любого цвета, а также мне нравится пряный вкус чернушки. Шаг 2. В большую емкость просеять всю муку, соль и разрыхлитель. Шаг 3. Сделать в центре лунку и влить всю порцию молока. Шаг 4. Добавить растопленное масло и жир. Замесить тесто. Шаг 5. Здесь еще не до конца вымешанное тесто, после 5 минут замеса. Дать ему полежать 15 минут под полотенцем, а затем хорошенько вымесить до абсолютной гладкости. Тесто очень послушное и не липнет к рукам и столу. Шаг 6. Разделать тесто на две равные части и оставить под полотенцем еще на 10 минут для созревания. Шаг 7. Из каждой части теста сформировать лепешку. Сначала тесто нужно раскатать на столе, а затем сделать бортики, помогая себе согнутым указательным пальцем и ладонями. Шаг 8. Лучше всего делать это сразу на пергаменте, а затем только перенести пергамент на противень. Первый раз я делала все на столе, а вторую лепешку формировала уже на пергаменте. Шаг 8. Постаралась на противень поместить и маленькую лепешку. На противне это делать не очень удобно, так как пергамент все время съезжает и морщится. Шаг 9. Серединку наколоть по кругу чекичем для лепешек. Это нужно делать для того, чтобы серединка не поднималась как бортики. Вместо чекича можно это сделать фигурным донышком, стаканой и вилкой. Шаг 10. Придать лепешкам любую узорную форму с помощью пальцев или ножа. Дать лепешкам постоять в покое еще минут 5-10. Шаг 11. Смазать лепешки взбитым яйцом или желтком. Духовка должна быть нагрета до самой максимальной температуры. У меня это всего лишь 230С, но лучше разогревать до 250. Я очень спешила и даже забыла посыпать первую партию кунжутом и чернушкой. Шаг 12. Вторую лепешку я уже не забыла посыпать. Выпекать лепешки в раскаленной духовке от 10 до 15 минут, до румяного вида. Шаг 13. Испеченные лепешки подавать к чаю, первым и вторым блюдом. Хранить их лучше в пакете и в холодильнике. Присоединяйтесь к узбекскому дастархану. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.